страна всем огромный привет из владивостока на связи константин компания приорити авто привезли очередную партию автомобилей из японии из кореи и сегодня я вам их обязательно покажу немного по комплектациям и конечно же по ценам но что сейчас происходит с рынком многие боятся вести себе автомобиль потому что очередные слухи ходят про повышение утилляционного сбора подробную информацию о том что утилляционный сбор вас не коснется недавно мы записали видео выложили у нас на канале переходите по ссылке в описании смотрите да и понимаете что коммерческий утилляционный сбор вас не коснется и можно спокойно покупать за границей автомобили вести себе обязательно в личное пользование насчет продажи там есть свои нюансы поэтому кому интересно переходите смотрите ну а сегодня мы поговорим о автомобилях которые привезли для наших клиентов во владивостоке такое осенний уже ветерок чувствуется наступление потихонечку осени зимы как дела у вас в вашем регионе напишите в комментариях ну и переходим к осмотру привезенных автомобилей погнали ну что начнем с тяжеловесов друзья хочу начать с дорогого автомобиля просто дать понимание что такие автомобили сейчас можно вести возможно это дольше там по времени дороже по деньгам именно на логистику но такая возможность есть и это людям которые хотели эти автомобили нужно понимать toyota land cruiser prado 2021 года выпуска с пробегом всего 16 тысяч километров это комплектация txl package под капотом этого автомобиля двигатель 2 и 7 литра бензин на 163 лошадиные силы конечно же полноприводный автомобиль клиренс у него 220 миллиметров и в комплектации в данном случае 7 мест также есть пятиместные комплектации здесь практически самая жирная комплектация самое большое количество сидячих мест 16 тысяч километров пробега и аукционная оценка четыре с половиной балла цена сейчас на такой автомобиль 4 миллиона триста пятьдесят тысяч рублей кто-то скажет дорого кто сталкивался с такими автомобилями скажет дорого но не намного потому что сейчас на рынке такие автомобили в среднем стоят 5 миллионов 300 тысяч рублей то есть на рынке на 1 миллион дороже чем привести санкционный автомобиль переплатить там за логистику подождать чуть больше чем идут не санкционные автомобили но получить автомобиль все равно на 1 миллион дешевле давайте посмотрим что же есть у этого прадика в целом линзы фарах лет полоски омывайка фар противотуманные огни здесь у нас радар стоит там у нас тоже радар стоит в общем адаптивный круиз-контроль здесь присутствует также автоматический двухзонный климат-контроль подогревы продувы сидений автоматический свет с ближнего на дальний кожный салон люк в общем комплектация просто топ здесь смотрим также по салону кожный мультируль управления аудиосистемой кстати аудиосистема стоит не штатная кора зерия здесь у нас также электропривод передних сидений и двигатель работает самое важное в таком автомобиле самое важное с автоматической коробкой переключения передач здесь есть пониженная насколько я помню здесь система антиюза присутствует кнопка старт-стоп слушай состояние у автомобиля просто бомбовое состояние нового автомобиля так как пробег чуть больше 15 тысяч километров и третий ряд сидений да где располагаются еще два сидячих места еще в пленке то есть японец скорее всего третий ряд сидений даже не использовал подстаканники скрытые дополнительные какие-то карманы двойной бардачок дополнительные какие-то карманы имеются для телефона подстаканники в дверях подстаканники все стеклоподъемники автоматические здесь у нас авто затемняющиеся зеркало скорее всего и сейчас проверим кое-что нет камер 360 градусов нету есть задняя камера слушаем у нас еще и накладки на пороге с подсветкой такие стильные что говорить про вместительность салона да можно в принципе на это не обращать внимание потому что он очевидно очень вместительный по крайней мере на втором ряду сидений так загляну на 3 на третьем ряду конечно будет потеснее но в целом салон у прадика конечно же очень вместительный ну и по опциональности для второго ряда здесь у нас есть подстаканники воздухоподатчики ну и больше ничего особенного второй печки здесь нету в идеале фирменные литые диски на жирной летней резине огромный багажник конечно же если убрать третий ряд сидений и здесь не нравится одна фишка у прадика это вот эта вот фишка раз если нужно закинуть что-то резко в багажник кнопочку нажали стекло подняли закинули а знаете почему я не убрал третий ряд сидений потому что я сразу не увидел собственно кнопочки они получаются на электроприводе убираются на электроприводе задний ряд сидений а я даже на это не обратил внимание слушай пушка сейчас сейчас но не быстро конечно но все-таки убирается все убрал что-то новенькое для меня то что нет камер 360 градусов я мог и догадаться на при наличии вот этого рога с зеркалами до чтобы видеть бордюр можно сразу понять что камер 360 градусов нету рог этот кстати без проблем снимается есть заглушки продаются если он собственно вам мешает еще у данного поколения прадика мне очень нравится стопу во первых то что они диодные во вторых то что есть окантовка черная смотрится очень стильно и плюсом в данной комплектации еще также присутствует ступенька не помню кстати во всех комплектациях или нет но здесь есть и в целом черный прадик на таких стопах на ступеньках на такой опциональности очень крутой вариант еще сейчас посмотрел на рынок пять с половиной миллионов рублей средняя цена на подобный экземпляр можно привести как харьки гибридные не гибридные прадики в общем автомобили которые кажется что привести невозможно плюсом есть направление китай и корея где подобные автомобили но японские автомобили не все конечно можно найти и на левом руле а из китая можно привести японские автомобили абсолютно новые прям от дилера поэтому если что имейте ввиду контакты в описании привести сейчас можно абсолютно любой автомобиль есть направление есть логистические И решения какие-то проконсультируют вас наши сотрудники бесплатно, конечно же. Ну, а Pratik отправляется к нашему клиенту. Кстати, я же еще не сказал, у нас сегодня подборка кроссоверов. Поэтому, если бездорожье это ваша стихия, то смотрите это видео обязательно до конца. Сегодня, кстати, цена будет от полутора миллионов рублей. Ну и, собственно, самый дорогой я в первую очередь показал за 4 300. Дальше у нас автомобиль, прибывший из Южной Кореи, автомобиль на левом руле. Такие мы тоже возим, причем любые европейские, корейские, японские, китайские. Все эти автомобили мы можем привезти на левом руле, так как у нас работает три направления. Это Япония, Корея и Китай. Сегодня у нас из Южной Кореи прибыл Саньон Каранда 2019 года выпуска с пробегом 76 тысяч километров. Этот автомобиль у нас идет с двигателем полтора литра, турбо, бензин, расход топлива от 7 литров на 100 километров. Привод у нас передний в данном случае и клиренс у автомобиля 180 миллиметров. И как большинство автомобилей корейского производства, двигатель у этого автомобиля работает в паре с автоматической коробкой переключения передач. Это в отличие, во-первых, от Японии, где в основном все автомобили работают на вариаторе сейчас. 5 мест в данном автомобиле и этот автомобиль с очень хорошим состоянием и пробегом 76 тысяч километров обошелся в 1 миллион 850 тысяч рублей. Средняя цена по рынку, опять же, возвращаясь к тому, что мы возим все, любой автомобиль и с выгодой до 30 процентов. Вот примерно я прикидывал. Вот этот автомобиль на рынке стоит в среднем 2 миллиона 300, 2 миллиона 200. Есть даже за 2 миллиона 800 тысяч рублей, это если смотреть по всей России. Здесь у нас цена 1 миллион 850 тысяч рублей для нашего клиента, бюджет до города Владивостока. Пойдем посмотрим, что есть в этом автомобиле. Хотел также постоять, рассказать, но понял, насколько этот автомобиль ниже Прадика, собственно. Но первое, что мне бросается в глаза, это на пробеге 76 тысяч километров идеальнейшее просто состояние салона. Вот на первый взгляд руль, обивка сидений, дверные карты вообще не затерто, не зашарпано. Очень хорошее состояние. У корейцев тоже, как и у японцев, очень много таких автомобилей в таком состоянии встречается. Что ж, по опциональности здесь у нас кнопка старт-стоп, автоматический климат-контроль, подогревы передних сидений, кожный мультируль с адаптивным круиз-контролем. Также есть подогрев руля, отдельно отключается у нас контроль до впереди идущего автомобиля, контроль выезда с полосы. Также есть у нас в зеркалах контроль слепой зоны. Ну и свет, здесь все можно регулировать по яркости приборной панели. Опять же, приборная панель у нас современная, представлена в виде LED-дисплейчика. Здесь у нас на приборной панели, вижу, подтверждаем пробег 76 тысяч километров. Ну и штатная аудиосистема. По звуку не скажу, что у этого автомобиля прям качественный автозвук, но все-таки неплохой для... Все-таки это эконом-сегмент, ну 1 миллион 850 тысяч рублей за автомобиль в идеальном состоянии. Это вообще очень сейчас, можно сказать, бюджетная цена, сложившаяся, собственно, в современной ситуации. Поэтому опциональность этого автомобиля хорошая, автоматическая коробка, система антиюза, есть драйв-мод, есть система автостопа, помощь при спуске. У кроссовера, когда вы выезжаете на бездорожье, какую-то каменную, гравийную покрытие, то помощь при спуске, это очень полезная вещь, на самом деле, на себе проверил. По сравнению с автомобилями, которые вы увидите дальше, то есть тоже кроссоверы, Саньон Каранда является одним из более вместительных автомобилей, которые будут представлены сегодня в этом видео. Ну, конечно, не считая Toyota Land Cruiser Prado, но и Prado это у нас в целом полноценный джип. Что касается, опять же, корейцев, по опциональности у многих моделей, у корейцев, есть подогрев заднего дивана, то есть в отдельности для одного правого и левого пассажира. И работает этот подогрев в два режима. Стеклоподъемники электрические, но не автоматические, только для водителя автоматические. И есть подлокотник с двумя подстаканниками. Больше по опциональности здесь все. Ну, и до потолка расстояние, как видите, довольно большое, поэтому находиться, что водителю, что пассажирам, в этом автомобиле будет комфортно. Но все еще вот поражаюсь состоянию на таком пробеге. Автомобиль у нас, кстати, 2019 года выпуска, если я еще не успел сказать. Также по опциональности у нас парктроники идут в бамперах, переднем, заднем и по оптике. Я думаю, уже успели увидеть, что передняя оптика довольно симпатичная. Диодная оптика и также есть противотуманные огни. Вот задняя оптика, она, конечно, современная, то есть LED-полоски, все красиво. Но сама форма оптики мне прям не по душе. Но задняя часть автомобиля выглядит очень мощно. Поэтому все это дело компенсирует и уже на оптику прям внимания какого-то значения ей не придаешь. Комплектация у нас, опять же, не самая топовая. Здесь крышка багажника не автоматическая. Она может быть такой, стоит в данном случае заглушка. Ну и для кроссовера, опять же, если вместительность самого салона, она прям конкурентоспособная. Вот по багажнику есть вопросики, что он не очень вместительный. Но если вы уберете, собственно, первую часть пола, то получите более большую глубину. И если нужно вместить там побольше пакетов, собственно, из магазина, то это получится сделать в этом автомобиле. По опциональности багажника здесь есть розетка на 12 ватт и все. Ну и крепление, тут разные крючки, за которые можно зацепить там, не знаю, какую-нибудь шторку. Кстати, получить можно из багажника ровный пол, опять же, и перевезти что-то крупногабаритное. Но вот состояние вообще бомба. Я не думаю, что в этом автомобиле что-то крупногабаритное перевозили. Но, опять же, выехать на природу, кинуть туда матрас какой-нибудь и переночевать в автомобиле, я думаю, здесь возможно. Рейлинги на крыше, бесключевой доступ, повторители в ушах, фирменные литые диски на 18. Все это дело 1 миллион 850 тысяч рублей за корейца на левом руле. Дальше у нас современный, модный, молодежный кроссовер, опять же, городской кроссовер Toyota Yaris Cross. В комплектации Z здесь у нас 2021 год выпуска. Автомобиль вообще в целом выпускается с 2021 года и только недавно стал проходным. Пробег у автомобиля, у данного именно экземпляра, 19 тысяч километров. И комплектация Z это одна из топовых комплектаций, по опциям сейчас расскажу. Ну, а в салоне ощущаешь себя довольно комфортно, как в каком-то кроссовере бизнес-класса, ну, типа хорька. Комфорт-класса, если хотите, называйте. И я забыл совсем говорить, откуда наши клиенты. Вот, допустим, предыдущий автомобиль Саньон Каранда привезен для нашего клиента с Ярославской области. Toyota Yaris отправится у нас клиенту в город Якутск. Кстати, у нас под капотом у данного автомобиля полуторалитровый бензиновый двигатель на 120 лошадиных сил. Есть полноприводные модификации, но в данном случае у нас переднеприводная модификация. Клиренс у автомобиля 170 миллиметров. Кстати, развеем сомнения и предрассудки многих, что, допустим, в Якутске, где много снега, только полноприводные автомобили. Друзья, там в основном переднеприводные автомобили стояли на продаже, когда я приезжал в гости в город Якутск. И сам я приезжал также на переднеприводном автомобиле. Поэтому автомобиль переднеприводный. В Якутск мы отправляем много переднеприводных именно автомобилей. И вот этот красавчик уезжает, собственно, в Якутск. Сейчас посмотрим его поподробнее. Я почему-то, когда вот Прадика смотрел, я думал, что удобно будет стоять перед всеми кроссоверами. Но городские кроссоверы – это совсем другая история. Они довольно низкие. И то, что на целых 50 мм отличается клиренс от Прадика, это очень сильно ощущается. Но, в целом, ездить, если по городу, очень даже ничего. То есть над бордюрами, над всеми вы проезжаете. Здесь у нас кожаный мультируль. Комбинированная обивка салона. Здесь ткань плюс кожа. Также кожа у нас идет на торпеде. Ткань по дверным картам. Здесь нету кожаных вставок. И разве что… Нет, даже здесь сверху пластик. Нештатная аудиосистема тойотовская стоит. Кнопка старт-стоп. Подогревы сидений передних. Также есть два USB-входа для зарядки ваших телефонов. Автоматический климат-контроль. Не сенсорный. Он идет на кнопочках. Также электронный стояночный тормоз. Система автохолд присутствует. Система анти-юза. И есть также драйв-мод. Есть у нас оценка 4,5 балла. Прям прилетело в руки, как будто нужно было прям показать. Аукционная оценка 4,5 балла у автомобиля. Пробег 18937 километров на данный момент. Кстати, некоторые клиенты говорят, откуда у меня появился дополнительный пробег. Там 100-200 километров на спидометре. Друзья, у нас с порта до стоянки доезжает автомобиль. Это уже плюс там 20-30 километров на приборную панель. Ставите на учет. Это еще на учет. На другой конец города и обратно. В лабораторию свозить. Все это, собственно, плюс к пробегу. Поэтому лишние там 200 километров до 200 километров. Это вот допустимое значение. Помимо того, что руль у нас кожаный. Идет управление адаптивным круиз-контролем. Контроль выезда с полосы. Контроль до впереди идущего автомобиля. Также есть подогрев руля. Здесь есть опция автоматическая смена света фар с дальнего на ближний. Если автомобиль видит навстречу движущийся автомобиль. И приборная панель. Мне очень напомнила приборную панель автомобиля Toyota Sai. В целом смотрится современно, симпатично. Но здесь такой небольшой LED дисплейчик. По информации, на котором только у нас идет спидометр. И показания там пробега, расхода. Ну, то есть ничего лишнего такого нет. Кстати, вот задний ряд сидений у Toyota Yaris Cross я еще не тестировал. С виду казалось, что места здесь побольше. В принципе, здесь сидеть можно. Но не так комфортно, опять же, по сравнению с предыдущим автомобилем Sonion Carando. Это вот про что я говорил. Что там прям по вместимости салона очень конкурентно способна. Потому что многие современные кроссоверы городские, они не обладают супер вместительным салоном. Особенно для задних пассажиров. Здесь для задних пассажиров в целом мало чего есть. И подлокотник, если хотите подлокотник и подстаканники, то это опускается прям часть заднего дивана, точнее спинки заднего дивана. Но это и плюс. Здесь можно, когда вы едете на горнолыжный курорт, положить лыжи, сноуборд. Вот этот туннель вообще когда-то в некоторых автомобилях именно для этого и разрабатывался. Соответственно, если любите такие виды развлечений, то этот автомобиль тоже для вас подойдет. По опциональности здесь просто ноль. Автоматические стеклоподъемники. Два подстаканника и все. Но зато фирменные литые диски на жирной летней резине. Диски на 18. По опциональности в комплектации Z также у нас идет автоматическая крышка багажника. И, кстати, камера заднего хода тоже здесь установлена. По вместительности багажника, опять же, нету прям огромного количества места. Но загрузить пакеты из супермаркета у вас получится. Опрокидываем задний ряд сидений. Получаем, опять же, проход в салон. И можно разместить уже что-то крупногабаритное. Либо положить матрас. И, ну, один человек, как минимум, на природе где-нибудь поспать может. Или в дороге разместиться прямо в автомобиле. Нижний вид автомобиля очень современный. Напоминает, опять же, уменьшенную версию. Как по мне, Toyota Harrier плюс-минус какие-то отголоски есть в салоне. Но, конечно же, более бюджетно, менее вместительно, меньше клиренса. Ну и, конечно же, по цене гораздо дешевле, чем новый Toyota Harrier. А именно за 2021 год выпуска, за 19 тысяч километров пробега, за топовую комплектацию и оценку 4,5 балла. 1 миллион 960 тысяч рублей бюджет до города Владивостока. Еще один, не менее современный, не менее стильный автомобиль, также от Toyota, это Toyota CR. 2017 год выпуска, это у нас Toyota CR первого поколения. У него под капотом двигатель 1,2 литра на 116 лошадиных сил. Чуть меньше, чем у Toyota Yaris Cross. Ну и объем здесь 1,2 литра. Ну а здесь есть нагнетатель в виде турбины. Расход топлива от 6,5 литров на 100 километров. И клиренс здесь пониже. Здесь всего 140 миллиметров. Это вот такой вот конкретно городской кроссовер, на котором по бездорожью особо там не поездишь. Я на подобном ездил, когда он был у моей жены, и мы выезжали там на море, на песок. Тут же на переднем приводе зарылись, еле как потом вытолкали. Поэтому, наверное, это вот именно автомобиль. Ездить комфортно по городу, ездить стильно, потому что автомобиль выглядит как снаружи, так и внутри очень качественно и очень стильно. То есть, ну, все фишки от Toyota здесь точно присутствуют. И это у нас автомобиль, данный лот с пробегом 43 тысячи километров в комплектации GT. Приобретен для нашей клиентки Татьяны с Камчатского края. И автомобиль обошелся в 1 миллион 980 тысяч рублей. То есть, такой автомобиль в идеальном состоянии можно приобрести до 2 миллионов рублей. Если хотите себе какой-то современный, довольно динамичный автомобиль, если ездить там межгород, было комфортно, и чтобы автомобиль был опциональным, это, ну, однозначно Toyota CX-R. Есть некоторые моменты, о которых сейчас и поговорим. Здесь, безусловно, крутой внешний вид, и внешний автомобиль похож на какую-то пулю, на самом деле. Очень хорошая обтекаемость, из-за этого, конечно, дополнение к хорошей динамике. Есть современная крутая линзовая оптика с LED-полосками, также есть противотуманные огни, есть парктроники в бамперах, также литые фирменные диски на 18. Повторители в ушах, и в данной комплектации бесключевой доступ. Опять же, какой-то спортивности, помимо внешнего вида, этому автомобилю ему придает вот этот спойлер. И скрытая ручка открывания задней двери. Она находится вот здесь, прям под крышу. Выглядит тоже довольно стильно. И совсем не дешево. По салону автоматические стеклоподъемники, сейчас продемонстрирую, сначала включу, собственно, с кнопки старт-стоп, заведу автомобиль. Есть у нас автоматический свет с ближнего на дальний, также раздельный климат-контроль на водителя и на пассажира. Он автоматический. Современная приборная панель, посередине есть небольшой LED-дисплейчик. Также ничего особенного, просто информативная приборная панель. Нету там управления головным устройством, либо еще что-то. Какие-то настройки можно менять через приборную панель, но прям по минимуму. Нештатная аудиосистема стоит. Ну и, как обещал, стеклоподъемники у нас что водительское. А почему? Вот, пожалуйста. Они все автоматические. Это очень удобно. Селектор переключения передач очень также стильный, удобный. И у нас двигатель, собственно, работает в паре с вариатором. Также электронный стояночный тормоз, система антиюза, система автохолд. То есть, по опциональности очень хороший автомобиль. Кожный мультируль, управление адаптивным круиз-контролем, контроль выезда с полосы, контроль до впереди идущего автомобиля. Также управление аудиосистемой у нас можно осуществлять прям с руля. И автозатемняющееся зеркало здесь тоже присутствует. Комбинированная обивка салона в комплектации G есть ST, ST и GT. Вот в комплектации GT комбинированная обивка салона. Здесь такая плотная ткань в комбинации с кожаной обивкой. А вот в комплектации ST, получается, у нас 1,2 турбо тоже. Там у нас просто тканевая обивка салона. Смотрится сразу по-другому, воспринимается по-другому салон. Так как здесь в этой комплектации тоже кожаная обивка идет по торпеде и кожа идет коричневая. И это смотрится для этого именно автомобиля очень стильно. Есть, конечно, комплектация, где идет полностью кожаная обивка салона и кожа там черная. А, и черный потолок в данном автомобиле придает ему такой крутости, я бы сказал. Нахождение в салоне, ну, чувствуется очень круто, но он очень сбит. Вот, наверное, здесь переходим к минусам, что он очень сбит, и из-за этого салон кажется для кроссовера тесноватым. И особенно сильно это ощущается именно на заднем ряду сидений. Опять же, что говорить именно про впереди стоящее кресло, ноги вообще не упираются. То есть, сижу я здесь довольно комфортно. Но вот это маленькое стекло и огромная боковая стойка делают ощущение того, что я в небольшом таком бункере сижу. Но в целом здесь сидеть довольно комфортно. Нету подлокотника какого-то с подстаканниками. Подстаканник у нас только в дверной карте располагается. И впереди стоящем там спинке сидения есть карман, куда-то какие-то вещи можно положить. В остальном все, люстра. Ну, люстра есть во всех автомобилях. Крышка багажника. Перехожу ко второму какому-то такому незначительному, опять же, минусу. Это багажник. Здесь, ну, не особо вместительный багажник. И если у других автомобилей убирался пол, то есть второй пол, так сказать, и можно было получить более вместительное там багажное пространство, здесь, когда убираете, как ее назвать-то, крышку пола, убираете пол, здесь получаете только место под ремкомплект и какие-то небольшие карманы. То есть полноценно увеличить багажник. Так, осенний ветерок задул. То есть сильно увеличить багажное пространство за счет там углубления в данном автомобиле не получится. Но какие-то необходимые вещи, либо пакеты из магазина, опять же, в нем разместить можно. Напоминаю, что это все-таки городской какой-то кроссовер. И опять же, вы можете убрать шторку вот этого багажника, полку, шторку, называйте ее как хотите, опрокинуть задний ряд сидений и разместить там все, что угодно, крупногабаритное. Я лично вот так вот делал, когда мне нужно было закинуть туда пару чемоданов, пакеты, еще какие-то дополнительные вещи, мангал. Все это вмещается, если опрокинуть даже одну сторону спинки заднего дивана. А здесь от японца остались, видимо, невидимые, а вижу, что остались дворники. Старые, либо новые, не смотрел. Но кроссоверы везутся не только из Японии и Кореи. Также мы привозим любые автомобили из Китая. И недавно привозили для нашего клиента кроссовер Havail Big Dog. И он его уже забрал и оставил небольшой отзыв о работе с нашей компанией. Николай, здравствуйте. Приехали нам за Haval, заказали машину Haval, так понимаю, это Big Dog версия. Комплектация Labrador Edition, да, по-моему? Совершенно верно. Привезли из Китая. Расскажите, пожалуйста, сколько вышло, сколько шла? Вышло в общей сложности миллион семьсот. Шла, ну, шла почти три месяца, около трех месяцев. Это с момента того, как мы машину выкупили и до Владивостока? Да, там еще задержка была с инвойсом, с оплатой инвойсом была. Да, были проблемы по Китаю, как раз таки с оплатой сейчас все вопросы решаются. Но был такой момент, это был момент абсолютно у всех. В целом, работает с менеджером Евгением, это наш ведущий специалист по Китаю, Евгений. Как вообще отработал Женя? Прекрасно отработал, доволен, все замечательно, спасибо. Хорошо, на всех этапах отвечал вопросы, как работал логистов, любые специалистов? Все прекрасно было, все вели, передавали другому логисту, все прекрасно сработали, ребята, молодцы. Не оставили, так скажем, ваши вопросы без ответа? Всегда были на связи, всегда отвечали. Все, спасибо большое вам за вот это. Еще один кроссовер и еще одна Тойота, собственно, друзья. Тойота Рейс 2020 года выпуска с пробегом 42 тысячи километров, комплектация Z. В целом, опять же, комплектация Z, как у Тойоты Yaris Cross. Но, наверное, напрямую сравнивать два этих автомобиля и говорить, что они конкуренты, нельзя. Потому что в этом выпуске, например, этот кроссовер является самым доступным из сегодняшней подборки. И конкуренты, наверное, линию конкуренции можно провести между Тойота Ярис Кросс и Тойота Си Ашар. Вот там, знаете, плюс-минус все похоже, но все-таки у Си Ашар берет, мне кажется, своим визуалом больше. И получается, там больше на любителя будет выбор автомобиля. И тогда можно уже провести линию конкуренции. Здесь же более бюджетный... Нифига ветерок. Легкий, владивостокский бриз не дает нам снять это видео. Здесь у нас более бюджетный кроссовер. До полутора миллионов рублей его вообще можно взять. И вот данный красавец обошелся в один миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей. Отправится к нашему клиенту Константину в село Элег. Возможно, у него там просто прописка, и где-то он рядом живет. Я даже не знаю, где это находится, потому что автомобили мы привозим для клиентов вообще со всей нашей необъятной родины. Поэтому они отправляются в различные уголки нашей страны. И не только, кстати, в Россию мы отправляем автомобили. Но сейчас не об этом. У Toyota Race под капотом, опять же, почему не конкурент Toyota Yaris Cross? Потому что под капотом вот у этого экземпляра Toyota Race двигатель один литр бензин-турбо. Девяносто восемь лошадиных сил. То есть и лошадиных сил меньше, и объем меньше. Но расход топлива плюс-минус там такой же от шести литров на сто километров. Клиренс здесь выигрывает что Toyota Yaris Cross, что Toyota C-HR. Здесь клиренс целых 185 миллиметров. Опять же, этот автомобиль может быть полноприводным. Но в данном случае у нас переднеприводная модификация. 2020 год выпуска автомобиля. Также симпатичная диодная оптика, противотуманные огни, дневные ходовые огни, парктроники в бамперах. Так же, как и у Yaris Cross, комплектация Z у Raze является одной из самых топовых. Слушай, то ветер, то самолет летит. Вообще, куча факторов. Пожалуйста, заканчивайте съемки автомобилей и идите на обед. Литые фирменные диски на 17. Повторители в ушах. Бесключевой доступ. И в салоне не менее интересно. Даже то, что у нас здесь клиренс целых 185 миллиметров. Стоять, как перед Прадиком, здесь не получается. Опять же, городской кроссовер, на котором возможно выехать на бездорожье какой-то. Выехать на природу вообще без проблем. Берем полноприводную модификацию и выезжаем на песок на море. Я уверен, будет очень комфортно. По опциональности в салоне кожный мультируль. Управление адаптивным круиз-контролем. Управление аудиосистемой. Здесь автоматический климат-контроль. Однозонный. Кнопка старт-стоп. Есть подогревы передних сидений. Хоть здесь и тканевая обивка салона. Она, во-первых, стильная. Здесь красивый рисунок идет. И еще красная строчка. Хоть это и ткань, но здесь все равно есть подогревы передних сидений. Слышишь, пролетело? Это лето. Лето пролетело. Двигатель бензиновый у нас работает в паре с вариатором. Ручка селектора расположена более чем удобно. И когда я сел сейчас, я понял, какая здесь крутая приборная панель. Особенно, когда запускаешь автомобиль. То есть, опять же, автомобиль эконом-класса больше до комфорта, до бизнеса. Возможно, ему и далеко. Но вот эти все современные фишки, современная приборная панель не дадут вам себя ощущать в этом автомобиле, как в автомобиле эконом-класса. То есть, абсолютный комфорт, куча опций. Очень приятно. И тем более, за цену до полутора, до даже полтора, плюс-минус сто тысяч рублей. Я считаю, что цена-качество за этот автомобиль прям приемлемая. Ну и есть фишки от Toyota. Особенности от эконом-класса. Вспомним Toyota Passa. Эконом-класса Toyota Passa. Здесь есть скрытые подстаканники. Раз, эргономика салона. То есть, два. Здесь у водителя тоже присутствует. И даже есть центральный бардачок. С небольшим, конечно, пространством. Но он есть. Можно руку положить. Зеркало у нас обычное, без затемнений. Видеорегистратор, как обычно, сняли. Украли. Задний оставили, смотри. А передний сняли. Но если дойдет. Кстати, насчет того, кто нас постоянно смотрит и заказывает автомобили. То ключи вторые, регистраторы, флешки. Все это сейчас 50 на 50. Дойдет, не дойдет. Потому что все это под санкциями. Но как-то умудряемся. Как-то изворачиваемся. И клиенты получают. Многие клиенты получают. Но не стоит на это рассчитывать. Просто сейчас, потому что все это дело под санкциями. Прадик привезли, да, санкционный. А ключи не могут. Вот он тоже обманывает, наверное. Эконом-класс. Эконом-класс. Ну, бардачка, подлокотника. Здесь нет центрального. Здесь нет подстаканников. Здесь подстаканники только вот под бутылочники. Точнее, в дверях. Но. Но здесь есть два выхода USB. USB же, да. Для зарядки вашего телефона. В остальном, все. Высокий потолок. Но, конечно, поменьше, чем у Сань Йонга, чем у Прадика. Но все равно. Городской кроссовер. Я бы сказал, это хэтчбек, переработанный в кроссовер. Вот так вот, наверное. Потому что литрушка все-таки под капотом. Увеличили салон. Подняли крышу. Сделали побольше клиренса. И вот тебе городской кроссовер. Из хэтчбека. А от хэтчбека здесь оставили что? Правильно, багажник. Маленький багажник. Но, опять же, для такого автомобиля, ну, покупая, точнее, такой автомобиль, вы же не надеетесь, что здесь будет багажник, как у Прадика. Поэтому вот этого пространства багажного, которое здесь есть, я уверен, вам вполне хватит. Ну, если вы, конечно, не покупаете этот автомобиль с амбициями какого-то внедорожного монстра. Ничего себе! Так вот здесь вот, вот это все дело убираем. И получаем просто мега глубокий багажник. Здесь еще японец обшивку какую-то накинул. Я уверен, что она не штатная. Вместо этой обшивки можно, конечно, ее убрать и положить туда запаску. Но, вот как факт, получаем очень глубокий багажник и можно перевозить очень много вещей. По глубине, наверное, это самый вместительный багажник за сегодня. Но, опять же, в расчет Прадика не берем, то есть в конкуренцию Прадик. А так, даже несмотря на то, что здесь мало пространства, можно его очень хорошо углубить. Ну и вот, к примеру, что вы сейчас можете взять? Либо Honda Fit, да, хэтчбэк до полутора миллионов рублей, явно в хорошем состоянии, с небольшим пробегом. Либо Toyota Race. Ну, это вот первое, что пришло в голову в сравнении. Либо хэтчбэк, да, до полутора, либо небольшой такой городской кроссовер, опять же, до полутора. Объем двигателя у Fitatom 1,3 литра, здесь литр. Но турбина и 98 лошадиных сил. Поэтому выбирать вам вариантов на самом деле масса, даже несмотря на то, что куча автомобилей под санкциями, которые все-таки можно привезти. Несанкционных автомобилей очень большой рынок. Многие еще смотрят на местные авторынки, да, местные площадки, и им кажется, что выбора нет. Друзья, заходите на наш сайт, листайте куча марок, моделей автомобилей, и практически все они просчитаны с итоговым бюджетом до города Владивосток. Если что-то не просчитано или что-то непонятно, оставляйте заявку, с вами свяжутся, все подробно объяснят. Также контакты, как всегда, находятся в описании под видео. Так, ну можно сказать, что до этого были сынки, условно, потому что первый кроссовер недорогой. Внимание, я говорю сейчас именно про недорогой кроссовер, который набрал просто бешеную популярность у нас в России, именно с внутреннего рынка Японии. Это Honda Vizel. Honda Vizel первого поколения. Здесь у нас представлена уже рестайлинговая версия этого автомобиля, которая вновь освежила интерес к этому автомобилю, потому что появилась крутая диодная оптика с LED-полосками, и внешний вид автомобиля стал еще круче. Здесь у нас 2018 год выпуска, комплектация тоже крутая, RS Honda Sensing. Пробег у автомобиля всего 63 тысячи километров. Обошелся этот автомобиль в городе Владивостоке 1 миллион 885 тысяч рублей и отправится в Челябинскую область к нашей клиентке Ларисе. Этот автомобиль подходил всем, и девушкам, и парням, и взрослым, и молодым. Абсолютно всем нравился этот автомобиль. Под капотом у него полуторалитровый бензиновый двигатель без каких-то либо турбин с мощностью 131 лошадиная сила. В данном случае у нас переднеприводная модификация, и двигатель работает в паре с вариатором. Но здесь интересная вещь, что у этого автомобиля есть гибридные модификации. И пока не было санкций, больше всего популярнее, точнее, были именно гибридные модификации. Там тоже можно было взять либо передний, либо полный привод. После того, как санкции ввели, к сожалению, гибридов стало идти меньше, и люди стали брать, собственно, бензиновые модификации на вариаторе. Но можно привести и гибридную модификацию. Самое интересное, что когда спрос на обычные бензинки вырос, цена почти 1,9 миллиона рублей. За эту же цену сейчас можно привести гибридную модификацию этого автомобиля. С учетом того, что логистика на гибридные санкционные автомобили, она будет гораздо дороже. Вот так вот выросла цена из-за спроса на самом аукционе в самой Японии на негибридные версии этого автомобиля. И это касается не только этого автомобиля. Под эту же ситуацию попадает и Toyota CR, у которого раньше гибридные версии были популярнее, чем бензинки. Сейчас же в основном заходят бензинки 1,2 турбо. Вот такая вот ситуация, и эта ситуация уже идет больше, чем год, если кто не был в курсе. Просто негибридные версии автомобилей подорожали. Ну, это именно вот те автомобили, у которых гибридные версии раньше были более популярны. Давайте перейдем в салон. Здесь, во-первых, клиренс 185 миллиметров. Это, опять же, как у Toyota Race. Но этот автомобиль будет подороже. Ну, и объем двигателя здесь, собственно, побольше. Здесь у нас нету парктроников. Почему-то прям удивлен очень сильно, потому что комплектация у нас такая не из бедных. Красивая оптика, есть противотуманные огни, ходовые огни. Все это присутствует. Повторители в ушах есть, бесключевой доступ есть. Также есть комплектации, у которых устанавливаются рейлинги для крыши. Ну, допустим, если вы хотите еще установить багажник. Как же они мне нравились, когда они только набрали популярность, начали заходить в Россию, когда стали проходными. Я прям кайфовал. Когда первого Визеля привез, и первый Визель был в топовой просто комплектации. Там XL пэкедж, полная комплектация, с полной опциональностью. Я прям кайфовал. Там первый обзор, один из первых обзоров на канале, как раз-таки был на Хонду Визель. Здесь у нас комплектация РС, а это значит, что салон у нас комбинированный по обивке. В отличие от топовых версий, не РС-овских в этом автомобиле, кожа комбинирует не с тканью обычной, а с алькантарой. И опять же, здесь у нас подлокотник из алькантара, обивка лицевой стороны приборной панели, точнее, торпеды. Также у нас в алькантаре, у нас на дверных картах присутствует алькантара. Здесь у нас на центральной консоли алькантара. В общем, дорого-богато. Ну и помимо, конечно, обивки салона, у нас кожаная обивка руля, адаптивный круиз-контроль, управление опять же идет с руля. Также у нас управление аудиосистемой идет с руля. И здесь установлена система Honda Sensing. И именно вот в рестайлинговых версиях этого автомобиля она улучшенная. Здесь очень хорошо автомобиль видит пешеходов, автомобили впереди идущие. В общем, контроль безопасности здесь стал на уровень выше, чем в дорестайлинговых версиях. То же самое и у Honda Fit было. Кнопка старт-стоп. Климат-контроль у нас автоматический. Здесь однозонный. Также есть двухзонный климат-контроль у этого автомобиля. Подогрев сидений в данной комплектации присутствует. И у нас есть подогрев зоны дворников. Также система антиюза. Контроль до впереди идущего автомобиля. Контроль выезда с полосы. Двигатель, как я и говорил, работает в паре с вариатором. В гибридных версиях здесь устанавливается роботизированная коробка переключения передач на целых 7 скоростей. Электронный стояночный тормоз. Также система автохолд. Брейк-холд, то есть удержание тормоза, когда вы стоите, собственно, на светофоре, пока вы нажмете газ. Опциональность у этой комплектации тоже довольно высокая. Но, допустим, такой фишки, как все автоматические стеклоподъемники, здесь ее нет. Они электро, но автоматическая, только водительская. Ну и приборная панель. Для 2018 года она выглядела очень современно. Сейчас создаются более интересные какие-то приборные панели. Но для этого автомобиля и для тех лет вообще на самом деле очень крутая приборная панель. Самое главное, она по-хондовски яркая. Ну и плюсом в данной комплектации идет темный потолок. Опять же, все это придает какое-то дополнение всему виду этого салона. Он очень крутой. Здесь, кстати, как у Toyota CR-R, скрытая ручка открывания задней двери. Тоже стильно выглядит, незаметно. Так, если не знаете этот автомобиль, сразу даже не обратите внимание, что ручка находится здесь. В данной комплектации литые фирменные диски на 18. Пришел на хорошей летней резине. Видим, что комплектация RS, значит, это спорт. Наверное. В технических характеристиках в данной комплектации улучшений никаких нет. Что касается багажника, он довольно вместительный. Опять же, по наличию подпола он отсутствует. Здесь есть место для ремкомплекта, небольшой карман. Но увеличить багажник за счет убирания этого пола не получится. Можно опрокинуть, опять же, задний ряд сидений и разместить что-то крупногабаритное. Это да. И вот сейчас я увидел. Раньше вот такие наборчики, блин, почти в каждой Хонде приходили. Здесь чаще всего какая-нибудь полиролька была. Давай посмотрим. Ну, книжечка какая-то. Глаз. Так, ладно, не буду блистать своим английским. Но, насколько я знаю, насколько я помню, это полировочные какие-то темы для салона. Для салона. И губки. Вообще, даже еще и японец за 60 тысяч километров даже не воспользовался. Раньше, блин, постоянно приходили. Сейчас очень редко. Но тоже радует. Хороший экземпляр за 1 миллион 885 тысяч рублей. Ну, возможно, он там из-за курсов чуть дороже получился. Но даже если вот полностью до 2 миллионов, сейчас по рынку конкуренция у него не сильно большая. Опять же, в своем классе. Toyota C-HR может предложить что-то похожее. Но, опять же, у C-HR объем двигателя поменьше. И вместительность салона будет тоже меньше. У Wiesel, чем главное отличие, очень вместительный салон для городского кроссовера. Плюсом, хороший клиренс. То есть, на нем уже на природу можно выехать без проблем. Также можно взять полноприводную модификацию, если захотите. Ну, а она будет там на 100-150 тысяч рублей, скорее всего, подороже. Опять же, гибридные версии. Ну, а они когда были-то не санкционные, я говорил, что смысла особого нет в них, в гибридах. Любители всегда гибридных хонд находились. Плюс, роботизированная коробка. Это более такая мощная динамика. Но не хотите там рисковать, вести санкционный автомобиль. В целом, обычную бензинку рассматривайте. Ну что, сегодня у нас получилась подборка по цене от 1,5 до 2 миллионов рублей именно кроссоверов. Ну, не считая, конечно, полноценного джипа Toyota Land Cruiser Prado за 4 миллиона 300 тысяч рублей. Скоро на нашем YouTube-канале выйдет подборка автомобилей из Японии до 1,5 миллиона рублей. То есть, практически самые доступные автомобили, которые вы можете приобрести на сегодняшний день. И самое главное, все эти автомобили идут без пробега по России, без 10 хозяев, без какой-то скрытой истории. Все автомобили покупаются с прозрачной историей и везутся в личное пользование для наших клиентов. Поэтому, если хотите приобрести себе автомобиль из Японии, либо из Кореи, из Китая, все контакты нашей компании находятся в описании. Обращайтесь и получайте бесплатную консультацию. Ну, а если вы интересуетесь не только ценами на автомобили, в описании я оставлю ссылки на полные обзоры на те автомобили, которые были в сегодняшнем видео. И у нас есть полноценные обзоры на нашем YouTube-канале на эти автомобили. Поэтому переходите, проваливайтесь в описании, нажимайте ссылки и смотрите полноценные обзоры на автомобили. Ну, а с вами был Константин, компания Priority Auto. Увидимся в новых роликах. Спасибо вам за просмотр. Удачи. Пока. Компания Priority Auto. Надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля. Покупка. Доставка. Растаможивание. Priority Auto. Ваш надежный поставщик.